С каждым годом количество электрокаров увеличивается во всем мире. Крупные автопроизводители до 2030 года планируют полностью электрифицировать свои модельные ряды. Парк электротранспорта Беларуси развивается в соответствии с мировыми тенденциями. Однако для дальнейшего увеличения зеленых авто необходима эффективная зарядная сеть. До 2022 года на территории Республики Беларусь будет порядка 550 зарядных станций, как быстрых, так и медленных. В процентном состоянии порядка 60 на 40 быстрых зарядных станций. В этом году на территории Республики Беларусь будет установлено около 250 зарядных станций. На данный момент их количество составляет 129 единиц. 65 быстрых и 64 медленных. Быстрая зарядная станция мощностью от 50 кВт постоянного тока. Она позволяет зарядить стандартный электромобиль, такой как Nissan Leaf, до полной батареи за 15-20 минут. Если это будет электромобиль Tesla и объем батареи больше, то, соответственно, где-то понадобится около одного часа. В первом этапе программы мы закрываем город Минск, трассы с литра М, расходящиеся от Минска к областным центрам и устанавливаем небольшое количество зарядных станций в областных центрах. То есть сейчас, к примеру, в Гомеле установлено две быстрые зарядные станции и четыре медленных. То есть аналогичная ситуация где-то, в принципе, по остальным областным центрам такая же. С 2014 года компания «Беларусьнефть» осуществляет зарядку электромобилей бесплатно на своих зарядных станциях. Но, возможно, что-то изменится после первого квартала 2020 года. На электромобилях я езжу уже давно. Это не первый электромобиль у меня. Очень экономно, очень удобно. Для города вообще идеальный вариант. Практически нет никакого обслуживания, а с учетом того, что «Беларусьнефть» оказывает бесплатную услугу по зарядке электромобилей, просто превосходно. Ну вот так вот, 15 минут практически можно уже ехать. Хорошо, что зарядные станции отечественного производства. От заряда до заряда на этом автомобиле можно проехать летом в районе 150 километров по городу. Ну, зимой, естественно, в районе 90-100. Приобрел электрическую, потому что давно хотел. Я слежу за технологиями. Мне это очень нравится. Я считаю, что это будущее. У нас в стране, а конкретно в городе, я вообще не испытываю никаких проблем, потому что растет как на дрожжах сеть зарядок. Ну и хотелось бы, конечно, мощнее, чтобы были зарядки, чтобы она просто быстрее заряжалась. Вот эти на вокзале очень хорошие, конечно. Полного заряда моей машины хватает как минимум на 360 километров. У меня удавалось только проехать. Если ехать экономно, можно и 400 проехать. Не испытываю никакого дискомфорта, более того, одни плюсы.